Час Делягина на радио Комсомольская правда Несколько недель, хотя если разобраться, наверное, тут счет на года идет Речь идет о подписании между Россией и Китаем соглашения о поставках газа Вообще, Михаил Иванович, можно ли его рассматривать вне череды событий Которая стремительно началась у нас в этом году Это события на Украине, это возвращение Крыма в состав России И уже после подписания российско-китайских газовых договоренностей Еще и создание Евразийского экономического союза Нет, я думаю, что это все нужно рассматривать только в комплексе Потому что я напомню, что разговоры о строительстве газопровода в Китай Ведутся интенсивно с 2005 года Может быть, вы помните, когда в 2005 году мы должны были построить газопровод Ангарск-Доцин Который в итоге стал воистовым и пошел через Приморский край И через Сковородино И с большим опозданием И вот, чтобы сглазить негативные ощущения Из-за этого пошел разговор о том, что да, нефтепровод будет попозже А пока мы давайте поставим газопровод прямо с Западной Сибири Через Алтай, благо в Барнауле газопровод есть И нужно всего лишь из Барнаула его нарастить до Сен-Зиан-Угурского основного района Китая И разговор шел с того времени, то есть 9 лет Разговоры такие, достаточно велотекущие Там обсуждали, как алтайцы, коренное население Горного Алтая будет реагировать на трубу Какой бы цена газа, хватит ли газа для Европы, если труба пойдет из Западной Сибири Не лучше ли из Восточной Сибири В общем, такой был велотекущий разговор И как только Запад, по сути дела, объявил нам войну Причем не только информационную, судя по тому, что они творят По тому, что они делают Процесс резко форсировался И когда Европа нам начала грозить, что Нужно понимать, что эти идиоты, извините за выражение Но это медицинский в данном случае термин В Брюсселе всерьез обсуждали запрет на импорт российской нефти, российского газа При этом судьба уверенных в территории, их, насколько я понимаю, не волновала в принципе И то, что Газпром обеспечивает треть поставок газа, треть потребления газа Европы и Турции тоже не волновала в принципе Нужно было перед американцами отчитаться, что вот мы все правильные слова сказали И госпожа Псакия, когда она сказала, что все знают, что газ из Европы идет на Украину, а потом в Россию Мы-то издеваемся над Псакия Но Псака, фамилия которой в России считается единицей измерения глупости Она исправилась потом И как-то у нас все умалчивают, что господа Керри и Обама, которые сказали то же самое Они исправляться не стали Ну, понятно, пиарщик общий Пиарщики общие В этой ситуации, когда соберем во всех смертных грехах Когда Верховная Рада этих бабуинов нацистских на головом глазу собирается исключать Россию из ООН Потому что мы не вторгаемся на территорию Украины И даже на территорию Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики Мы тоже не вторгаемся вопреки всем просьбам Но они считают, что мы хотим А у людей уже не весенние обострения, уже летние обострения Там греков они появились, я не знаю Но мы видим абсолютно враждебную невменяемость Запада Видим, что это невменяемость долгосрочная и враждебная Мы видим, что нам просто объявили войну Против нас вводят санкции То, что эти санкции носят характер психической атаки И то, что они ни во что конкретно не выливаются Но просто потому, что они беспомощны Но если бы они могли нам нагадить по-настоящему Вы не нам нагадили Это не их заслуга, что санкции превратились в пшик В этих условиях, естественно, мы должны были активизировать сотрудничество с Китаем Просто как партнер, которому нужны деньги, а не понты Как партнер, у которого есть конкретные интересы И который тоже находится в аналогичном прессе со стороны Соединенных Штатов Америки И, естественно, пока это 4 месяца ненависти 3 месяца ненависти Март, апрель, май Я думаю, что это будут долгие месяцы ненависти И грязи, которые нас поливают на Западе Но, коллеги, если вы нас ненавидите То мы вас не утруждаем в своем присутствии Мы будем переориентироваться на тех, кому просто нужно сотрудничать Михаил Иванович, как только стало известно Ну, давайте по порядку, да Когда переговоры шли один или два дня, полтора дня В общем, западная пресса, наша либеральная общественность Везде, где только можно, говорила Переговоры сорваны, переговоров не будет О цене не договорились Последний день в итоге соглашение подписывается Причем далеко не по такой низкой цене, как многие предрекали Там, по-моему, получится что-то около Между 350 и 360 долларов за тысячу кубов Нет, при оценке цены нужно учитывать Что сначала поставок будет мало Они будут нарастать постепенно Вот с учетом нарастания поставок во времени Там считали, получается около 388 долларов за тысячу кубов Прекрасная цифра, еще более привлекательная, чем 350 и 360 Тем не менее, либералы, ладно, бог с ним, с либералами Аналитики газового рынка, наши и не только наши Говорят о том, что все-таки чуть-чуть, на их взгляд Ну, Китай сыграл на этой ситуации И на самом деле можно было бы и повыгоднее сорговаться Вот все-таки Китай на этом сыграл На этом противоречии России и Запада И мог ли он не сыграть на этом? Ну, понимаете, китайцы – это люди, которые придумали переговоры как процесс, как идею Вот итальянцы… То есть они еще и это придумали? Да, итальянцы придумали идею комфорта Потом ее развили французы Потом развили англичане Дольче Вита Американцы придумали идею демократии Вот китайцы придумали переговоры как процесс В американских учебниках по ведению бизнеса написано, международного Что если вам кажется, что вы победили на переговорах с китайцем Пожалуйста, внимательно проверьте все свои действия, найдите ошибку Это цитат Мы действительно поставляем газ примерно на 8% ниже средней европейской цены Не отдельных стран, потому что, да, 388 – это сильно меньше, чем мы продаем немцам Это намного больше, чем та цена, по которой мы продаем, скажем, прибалтам или полякам И даже выше, чем англичанам, по-моему Поэтому среднеевропейская цена Процента 8 мы потеряем Час Делягина На радио Комсомольская правда Это Комсомольская правда Мы в гостях у доктора экономических наук Михаила Делягина Давайте перейдем вновь к отношениям между Россией и Европой Вот этот договор, он способен, если не напугать, то хотя бы остудить горячие головы в Европе И если да, то когда мы увидим то, что эти головы остыли? Нет, ну, для того, чтобы головы остыли, там должна быть голова Но верхние отростки тел на телах европейской бюрократии, они немножечко остыли Потому что риторика сразу снизилась Вот, если посмотреть, с каким сладострастием они визжали по поводу России, доянских сепаратистов и всего остального Как только Россия подписала этот договор, сразу в Европе произошло резкое успокоение И даже в Америке там стали произноситься какие-то умиротворяющие, правда, по-прежнему бессмысленные тексты Если раньше говорили, что там Путин не имеет права на существование и так далее, и так далее Россия исчадья ада, империя зла, то теперь Путин должен встретиться с Порошенко И тогда мы, может быть, подумаем, что мы можем не делать Вот, но безотносительно истерик совершенно сошедших с ума европейцев и американцев Но люди, на самом деле, устроили государственный переворот Привели к власти нацистов, а потом обнаружили, что они сделали И теперь они должны поддерживать нацистов, потому что это их сукины дети А они нацисты, они искренние и незатыкаемы Когда господин Порошенко кричит, снарядов не жалеть И убивать женщин и детей, ну, это одно дело, когда говорил Ярош Можно было говорить, что мы здесь ни при чем, вот случайно сам вылез Когда они только что сделали этого гематогена королем Украины Точнее, гуляет армгороды Киева и окрестностей Понятно, что любое восстание против нацизма Оно оправдано с точки зрения европейских ценностей европейского закона Любое восстание против вставника европейцев Оно оправдано с точки зрения европейского закона Вот, они это прекрасно понимают Позов, которые они сами себя усадили Вот, но нам нужно смотреть не на этих странных людей Нам нужно заниматься развитием своей страны Мы должны понимать, что европейцы и американцы будут очень вежливы Если будут нам не нужны Как только мы им показываем, что они для нас нужны Они начинают хамить, начинают вести себя невменяемым, неадекватным У нас десятки людей оказалось на Западе с карточками Банка России, СМП Банк просто без средств существования Десятки людей, которые вообще ни к чему никакого отношения не имеют Они, конечно, хотели бы, чтобы их были сотни тысяч Вы знаете, тем десяткам, которые оказались в этом положении, не легче от того, что их не так много Вот, это для нас очень хороший урок Нужно просто понимать, что вот партнерство с Западом существует только в глазах агентов Запада Для всех остальных, для нормальных людей это партнерство возможно, если мы в любой момент, можно сказать, до свидания У нас, к сожалению, слишком великая пятая колонна Я напомню, что мы до сих пор финансируем нацизм поставками на газпромовского газа бесплатно Без какой-либо надежды реально получить деньги И в этом отношении переориентация Китая это правильная вещь Во-первых, в месторождении восточной Сибири Построить этот газ в Европу достаточно сложно, потому что далеко И достаточно затратно Слишком плохие горно-геологические условия в Китай ближе Объективно, Калыкта и Чаянда, они объективно ориентированы на Китай географически При этом нужно сказать, что трубопровод пойдет не напрямую в Китай Он пойдет через Амурскую область У нас будет возможность, всегда будет выбор продавать на рынок Юго-Восточной Азии в Японию Или продавать в Китай Это способ, который нашли при строительстве ВСО Чтобы нам китайцы не диктовали, как турки нам в свое время диктовали с голубым потоком Это мы учили допущенные ошибки И самое главное Ведь сжечь газ это такая же мерзость, как сжечь нефть Сжечь ассигнация по Менделею Вот в Амурской области будет построен огромный газохимический комплекс Который будет газ очищать И китайцы будут получать газ очищенный Сугубо энергетическое сырье СН4 и ни копейки больше А все добавления Которые с точки зрения энергетиков являются гадостью А с точки зрения бизнеса являются самым ценным, что есть в газе Потому что это ценнейшее сырье для газохимии И переработка газохимии обеспечивает в 7 раз большую рентабельность Чем простое сжигание газа Это все будет оставаться нам То есть получается, с одной стороны Мы начинаем развивать газохимию впервые в советских времен Это огромный прорыв, огромный шаг вперед Мы на самом деле начинаем развивать Не на словах, а на деле Забайкалье и Дальний Восток Потому что будет большой газохимический комплекс В большом количестве сопутствующих предприятий И даже трубы будут наши Когда мы говорим, что трубы будут не китайские Потому что там китайцы могут какой-то пока Не умеют там чего-то делать А, знаете, а японцы умеют А южные корейцы умеют То есть с большим удовольствием все поставят Да и китайцы могут научиться за время реализации проекта То есть это проект изначально ориентированный На развитие российского производства На развитие России Это шаг, которого раньше не было Мы не занимались, несмотря на все слова Развитием Российской Федерации Этот проект ориентирован на наше развитие И на развитие Дальнего Востока и Забайкалья Сказали, что если показать Западу, Европе То, что они нам нужны, они начинают наглеть А Китай как партнер в этом плане лучше? То есть Китай не начнет ли, скажем так, в кавычках Наглеться в какой-то момент? Китайцы очень жесткие переговорщики Но у них есть стратегическое видение мира И они видят, что их стратегический враг Это Америка Причем именно в этих тернах Именно врагов Люди, с которыми нужно и должно торговать Извлекать из них прибыль Учиться у них, перетаскивать технологии Сотрудничать Но понимание того, что Америка это враг Который не успокоится, пока не уничтожит Китай А это понимание в китайском руководстве По-моему является абсолютным Они могут плохо относиться к нам Они могут нам рассказывать, как плохо мы ведем хозяйство Но мы для них партнер Мы для них не союзник У них нет союзников Мы для них не друзья Но мы для них партнер Которого американцы поставили в такое же положение изгоя В котором они хотят видеть и Китай Поэтому тактические переговоры с китайцами Всегда очень тяжелые, очень трудные Но в стратегическом отношении Они ориентированы на сотрудничество Потому что им нужна вся помощь До которой они могут дотянуться против Америки Американцы себя очень Ну скажем так Они сделали многое для того Чтобы воспитать у китайцев такое отношение к себе И они добились успеха Вот для китайцев Америка это главный бизнес-партнер Это главный рынок И при этом главный враг Поэтому пока мы Сдержанно конкурируем с американцами Мы Можем рассчитывать на успех переговоров с Китаем Надо сказать, что у американцев отношение к Китаю ровно такое же Я напомню, что вся перезагрузка отношений Которая была так пышно разрекламирована В отношениях США и России На практике сверлась к требованию Причем ультимативному требованию со стороны США Чтобы мы публично переругались с Китаем А зачем нам это нужно Вызвал дикое раздражение американцев Дикое разочарование И поток заявлений о недобросовестности российского руководства Эти люди невменяемы Не надо смеяться на госпожой Псаки Для американского руководства Для администрации Обамы Она вполне умный, вполне грамотный Вполне образованный, вменяемый человек Она по уровню интеллекта По уровню конкретных знаний Ничуть не ниже Обамы С моей точки зрения Михаил Ильич, тогда Дальше Означает ли сложившаяся конфигурация На мировой шахматной доске То, что мы должны продолжать развивать отношения с Китаем Я имею ввиду, например, начать говорить о каком-то И еще лучше реализовывать Еще какой-то один стратегический проект Ну, условно говоря Какую-нибудь Там Евразиатскую Железную дорогу Москва-Пекин Ну, что-то в этом роде Вот какой-то еще проект должен нас связать Один или несколько Ну, во-первых, есть и другие проекты Скажу, мы обсуждаем сейчас создание общего самолета Чтобы освободиться от диктата и Боинга, и Эрбаса И это очень перспективное направление Я думаю, что когда Международная космическая станция исчерпает свой ресурс Где-то, является, хотят сделать свою собственную станцию на орбите Собственную личную Можно поговорить о том, чтобы следующая международная станция была наша с китайцами Хотя это будет достаточно сложно Для них это вопрос престижа И вопрос об экспедиции на Луну Я думаю, что мы вполне можем прорабатывать вместе с китайцами, а не с американцами Но самое главное, что таких проектов должно быть много И это совершенно не означает, что мы не должны Китай балансировать Посмотрите ВСТО прекрасно обеспечивает наше сотрудничество Обеспечивает всеобщее удовлетворение Почему? Потому что есть ответвление в Приморский край Если что-то пойдет не так, мы сможем эту нефть выкинуть на мировой рынок Точно так же Газопровод сел из Симбири Да, в Амурской области стоит газохимический комбинат На энергетическое сырье можно продавать китайцам Можно будет продавать на рынок Юго-Восточной Азии То есть всегда должна быть альтернатива Никогда не нужно идти на то, чтобы Китай был единственным партнером В этом же регионе есть Япония, есть Южная Корея Продолжение программы слушайте через минуту Час Делягина на радио Комсомольская правда Это Комсомольская правда Мы в гостях у доктора экономических наук Михаила Делягина Как только, точнее параллельно с газовыми переговорами шли И даже раньше завершились переговоры Завершились в чем успешно подписанием договора о намерениях Между правительством Москвы и китайской железнодорожной компанией И инвестиционным фондом крупным О намерении китайцев вложить по 2 миллиарда долларов В создании ветки метро в Москве От 3-го пересадочного компания в Новую Москву В присоединенной территории И сразу пошли разговоры о том, что вот имеет место Буде, точнее нас ждет экспансия китайского бизнеса И давайте назовем это имена китайского населения Китайских рабочих рук Вот насколько это может стать каким-то камнем преткновения В развитии отношений И способны ли москвы договориться в таком щекотливом вопросе Как вопрос миграции Знаете, на самом деле вопрос миграции китайцев в Россию очень болезненный Сейчас без всяких новых веток метро Заедьте улюблены и посмотрите, что там творится Да и многие другие районы Москвы Вот, и это вопрос, который предстоит решать российскому руководству Мэрия Москвы, по-моему, мало кто замечал в особой любви к городу Который ему отдали в управление Вот Они, с моей точки зрения, с точки зрения москвича Могут совершить все, что угодно в отношении Москвы Ну, кроме, разумеется, ковровой бомбардировки И проект «Новая Москва» в этом отношении представляется абсолютно чудовищным И зачем отдавать этот контракт китайцам, когда можно самим построить ветки легкого метро Наружного метро Скоростную железную дорогу, я думаю, и Куниным построят с радостью, с восторгом Я не очень понимаю, зачем это нужно Но давайте зафиксируем, что пока это договор намеренно Это пока рамочное соглашение Которое может быть проработано, а может и не быть проработано Квота китайской рабочей силы – это полмиллиона в год Судя по тому количеству китайцев, которые мы видим на улицах У меня ощущение, что по одному паспорту удержает 2-3 человека А выдержает один, как положено Но это, безусловно, очень острая проблема Нужно еще понимать, что китайский бизнес отличается от остальных тем, что тянет за собой свою инфраструктуру Нелегальные китайские банки, китайские отели, которых вы можете практически не заметить Китайские рестораны, есть которые на центральных улицах, есть которые для своих Но даже у всех, которые, так сказать, вы ходите Если вы китаец, вы получаете скидку, как правило Это очень серьезный этнически ориентированный бизнес Китайские торговые дома, куда не китайец не может устроиться Откуда они легально выписывают специалистов через биржу труда Потому что менеджеры, которые приходят с матеком, они там не остаются Вот это достаточно серьезная, достаточно большая проблема Вот, она всплывает периодически на уровне государственных переговоров Но я думаю, что наше государство, по крайней мере, не будет совершать действия Которые способны привести к ее усугублению, к ее обострению Еще несколько важных вопросов, Михаил Георгиевич Помимо отношений с Китаем, мы, ну, когда более, когда менее интенсивно Тем не менее, развиваем отношения с Индией Еще одним, потенциально с той же крупным, что и Китай, игроком в Азии Насколько, скажем, вообще может ли Пекин в качестве такого условия Для дальнейшего развития отношений с Россией Каким образом пытаться ограничивать развитие отношений Москвы и недели? Нет Это может быть по конкретным проектам Типа, вы делаете самолет с нами, а не с индийцами Да, пожалуйста, сколько угодно Но ограничивать отношения в целом с Индией они не могут Во-первых, разная интенсивность отношений Разная структура интересов Самое главное Индия переориентировалась на Соединенные Штаты Америки Индия стратегический партнер американцев А Пакистан стратегический партнер Китая Здесь как бы все разошлись по разным сторонам баррикад И Индия не рвется налаживать с нами тесные отношения на самом деле Она старается идти в кельватерию Соединенных Штатов Америки Кроме того, если Китай еще во времена Дансиопина Было сказано идти вовне И Китай стал осуществлять глобальную экспансию Индусы по-прежнему интроверты Они по-прежнему смотрят внутрь самой Индии Они не осуществляют какую-нибудь значимую экспансию За исключением отдельных направлений типа программирования Поэтому у нас нет возможностей наращивать сильное отношение с Индией И в силу характера ведения индусами бизнеса, что у них нет экспансии И в силу стратегической ориентации на США Конечно, это очень грустно, но это так Ну и на самом деле, если бы мы развивали отношения с Индией У нас все было бы в порядке Мы не имели бы проблем с китайцами из-за этого Китайцы очень жестко отставят свои коммерческие интересы Но они, по крайней мере, я не замечал, чтобы они портили жизнь другим Они считают, что они должны сами вытеснять других Сами побеждать их в конкуренции Ну и у них на самом деле это выходит Сейчас мы видим, как то тут, то там в мире применяется технология цветных революций Технология вирус завозной Насколько вообще Китай обладает иммунитетом против этого вируса? Могут ли попытаться Китай изменить рецепт? В Китае была цветная революция, 89-й год, площадь Теяниме Причем, когда говорят, что, ах, это безоружные студенты вышли на площадь У меня возникает детский вопрос А кто сжег тогда 40 бронетранспортеров в окрестностях этой площади? Еще не в момент разгона, а только когда они шли на подходе Это был действительно внутренний конфликт, внутриэлитный конфликт, очень болезненный В 80-е годы Китай развивался очень неравномерно И, собственно говоря, Китай был спасен благодаря распаду Советского Союза Получил новые рынки, на которые бросился И это был очень болезненный внутренний процесс, очень страшный Это была внутриэлитная борьба, которая доходила до вооруженной борьбы И это была настоящая цветная революция, может быть, без сильного вмешательства США Но очень жесткая по своим технологиям внутри И когда Дэн Сиопин уничтожил это восстание Это было действительно очень страшно И реанимент открылась только через 11 лет Через 11,5 лет для посещения декабря 2000 года Я это помню, потому что я тогда был туристом И меня арестовывали на этой площади Ну, задерживались, скажем так Просто был подозрительный иностранец Там было настолько страшно им открывать эту площадь для свободного посещения снова То есть получается, что переболев вот этой болячкой, этой заразой 27 лет назад Они на какое-то время обрели иммунитет? Вы понимаете, у них нет разочарования Через 5-10 лет, да, у них будет проблема С одной стороны, экономика резко затормозится Будут обманутые ожидания С другой стороны, у них сейчас весь средний уровень занят людьми Которые получили западное образование За границей или в самом Китае, неважно Они просто менеджеры Они служат Китаю не потому, что это Китай А потому, что это выгодно Это прекрасное сырье для любой коррупции, для любого предательства Когда еще представитель этого поколения займет первую должность Китая А это будет, я думаю, после Си Цзиньпи Тогда Китай будет готов к разрушению извне Но до этого, пока Си Цзиньпи, это представитель старых поколений Остается руководителем Китая Иммунитет у китайцев есть Давайте не будем знать, что 30 лет Непрерывно, каждый день улучшается жизнь китайцев 30 лет На протяжении жизни целого поколения Даже больше Это выдающиеся достижения И они, безусловно Они, безусловно, не отступят от него Пока они не будут разочарованы Они имеют иммунитет от цветных революций Просто, почему спрашиваю В последнее время чаще всего звучат Тоже аналитические, скажем Материалы всякие разные о состоянии Китая Где говорится о том, что рано или поздно Простой китайский человек Скажет, что да, у нашей страны триллионы долларов запасов Но это наши деньги Потому что у нас нет пенсионного обеспечения Нет бесплатного здравоохранения Чего-то еще нет Зарплаты копейки Это наш деньги Я намекну Я намекну Что в Китае есть уже пенсионное обеспечение Сейчас не 82-й год В Китае развиваются пенсионные Обеспечения и социальные обеспечения В Китае развивается здравоохранение В Китае развивается социальная сфера И обычный рядовой китаец каждый день, каждый год живет лучше, чем он жил в прошлом году. Это неуклонный процесс. У них огромное количество структурных проблем. Через какое-то время это прекратится. И тогда они могут сказать, что наши деньги отдайте их нам. Но китайцы очень патриотичны. И если сейчас улучшение жизни прекратится, то на ближайшие пять лет они будут гарантированы от любых светлых революций. Где будет через пять лет Китай, мы не знаем, но мы не знаем. И где будет США через пять лет. Потому что страна тоже разрывается внутренними центробежными тенденциями. К сожалению, мы не можем играть на нашем эфирном времени, которое завершается. Михаил Иванович, спасибо большое. До встречи через неделю, когда мы обсудим еще кое-что интересное из того, что в мире произошло. Ну или стряслось. Будем надеяться на лучшее.